Приветствую вас. Для начала я бы хотел, наверное, разобраться с тем, что именно вы хотели бы начать сначала. Что конкретно вы хотите начать сначала. Мне кажется, это важный момент, достаточно. Мне кажется, что это важная история, достаточно. Потому что, когда вы говорите, как на практике начать всё сначала, это, на мой взгляд, достаточно неопределенно выглядит. То есть, как бы, что именно, да? Дальше. Вы себя обесцениваете надеждой по ряду причин. Основная причина вообще заключается в том, что вы считаете возможным себя обесценивать. Вы считаете, можно себя обесценивать. Вы считаете, что вправе это делать. Вы считаете, что вправе себя обесценивать. И мне кажется, что вот этот момент, да, условно говоря, момент того, по какому праву вы себя обесцениваете, что даёт вам право себя обесценивать, что даёт вам право считать, например, свою ситуацию банальной. Это, надеюсь, тоже очень важный такой момент. Это очень тоже важный такой вопрос, на который необходимо найти ответ вам в первую очередь. Далее. Вы пишите, что перед другими ситуациями проста жизнь. Здесь вы сравниваете себя, опять же, с другими людьми. Я не думаю, что это хорошая идея, не думаю, что это правильная идея, не думаю, что это верно. Так, то есть, сравнивать себя с кем-либо, потому что вы уникальны в этом смысле. И, соответственно, это ещё один важный момент. Перестать сравнивать себя с другими людьми. Далее. Вы пишите, я потерял себя. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, есть такое чувство, что вы не то чтобы себя потеряли. Вы, скорее, себя никогда не находили. Простите меня за такой, может быть, негативный достаточно комментарий по отношению к вам. Вы себя, вероятно, никогда не находили. Почему никогда не находили? Потому что вы всё время учились, судя по тому, что вы пишите. Ваша учёба была не для вас. Ваша учёба была для кого-то другого, в частности для родителей, например, в частности для окружающих вас людей. Вот. И мне думается, что вы себя никогда не находили. Дальше. Вы пишите, я училась фактически всю жизнь из школы, колледж, вуз. Я понимаю, что вы учились практически всю жизнь. Вопрос здесь заключается немножечко в другом. Вопрос заключается немножечко в другом. А именно, зачем вы учились? Для чего вы учились? С какой целью вы учились? Вот это важнее, чем то, что вы пишите, что вы фактически учились. Гораздо важнее понимать, зачем вы учились. Гораздо важнее понимать, для чего вы учились и какова была цель того, что вы учились. Потому что без цели, без цели, любое обучение ваше, оно выглядит, ну, я бы сказал, оно выглядит бессмысленно. Вы, опять же, простите меня за, может быть, такие неприятные для вас слова, да, но он, любой обучение, если оно не имеет под собой какой-то цели, да, какой-то ценности, оно не имеет смысла. И поэтому вопрос к вам, у меня вопрос к вам, да, для чего вы учились. Ведь столько времени вы тратили на учебу, столько времени вы тратили на эту деятельность. Столько времени вы тратили на это все. Вот. Я хотел бы понять. Я хотел бы понять, для чего. Дальше. И сейчас потерпел неудачу с работой. Вот, понимаете, какая штука? Вы потерпели неудачу с работой. Это неприятно. Но не критично. Это неприятно. Но это нормально. То есть, вы потерпели неудачу, и это в порядке вещей. Абсолютно нормально, что вы эту самую неудачу потерпели. Вы потерпели неудачу, вы сделали что-то не так. Почему из ваших слов получается такая ситуация, как будто это конец света? Откуда этот трагизм ваших словах? С чем он связан? Вы потерпели неудачу с работой. Вы сделали что-то не так. Вам нужно проанализировать, провести анализ, вам нужно поисследовать, что именно вы сделали не так. Потому что, ну, совершенно очевидно, что раз вы что-то не так сделали, раз вы неудачу, но вы что-то не так сделали. А может быть, вы сделали все так, но у вас изначально не было шансов никаких добиться успехов в том, что вы делали. Такая история тоже может вполне себе быть. Поэтому, еще раз повторяю, почему именно вы потерпели неудачу с работой? Почему вы считаете, что не должны были потерпеть неудачу с работой? Какие у вас были ожидания относительно этой работы? И, наверное, самое главное, самое главное, это то, что дальше работает. То есть, ну, вот, вы потерпели неудачу с работой? Я понял. Вы потерпели неудачу? Окей. Но, если вы хотите чем-то заниматься, если вы хотите что-то делать, если вы хотите именно что-то делать, то, наверное, не имеет значения. Потерпели ли вы неудачу с работой, например, или нет? Мне так кажется. Для этого, опять же, для того, чтобы это понять, нужно надо. Если вы понимаете, о чем идет речь. Я не знаю, куда идти, куда идти, чтобы что надеть там. Нельзя просто куда-то идти. Нельзя. То есть, вы идете туда, куда вам нравится, потому что вы чувствуете, потому что вы видите и чувствуете какую-то цель. Я знаю, как работает психология, училась в этом направлении, но сейчас чувство ненужности и одиночества обострились. Как работает психология? Ну, вот, серьезно, мне очень бы хотелось знать, как работает. Дальше. Дальше. Чувство ненужности и одиночества, говорите вы. Чувство ненужности и одиночества, это про ориентир во вне, это про ориентир на внешнее. Факторы, такие как, например, других людей, допустим, это про то, что для вас важно, а важно для вас именно, важны для вас, точнее, именно другие люди. Не вы, не сами вы важны, а люди важны, другие. И, как сказал мой коллега Кутбищев Игорь Леонидович, вы себя не принимаете. То есть, идет очень жесткое непринятие себя. Почему, откуда оно взялось, это непринятие себя можно предполагать, но работа все равно фактически с этим. На данный момент возможности, естественно, нет, потому что, ну, фактически, фактически, как бы, непонятно на что вы опираетесь. Одиночество, это в узком смысле невозможность находиться с собой наедине. Но вы почему-то не можете находиться наедине с собой. И я очень, ну, хотел бы понять, на что вы опираетесь. Как бы, ну, обесценивая себя. Понимаете? Понимаете? Какая штука. Дальше. Дальше идем. Так, у меня всегда был страх за свою репутацию как в плане учебы, так и в жизни. Опять же, вот, потребность, сказаться, а не быть, потому что, ну, как бы. Репутация, это именно, вот, ну, именно желание сказаться. Вот. То есть, вы отвергаете себе возможность быть такой, какая вы есть. Понимаете? Дальше. Никогда не было отношений. Ну, чтобы строить отношения, нужно иметь возможность что-то человеку дать. Я очень передокрытый человек и сложно выйти из своей зоны комфорта. Практически любому человеку сложно это сделать. Вопрос заключается в том, что вы хотите ли вы. То есть, если есть мотивация выходить из зоны комфорта, то это одно. Ну, если нет мотивации выходить из зоны комфорта, то это другое. Дальше. Сейчас я представляю свое будущее одним страшным черным пятном, леченым какой-либо надеждой. Надеждой на что? Опять же, задам вам так мой вопрос. По какому праву вы заглядываете в будущее? По какому праву вы смотрите на это самое будущее? По какому праву вы живете в будущем, но не тем, что есть здесь и сейчас у вас? По какой причине? Давайте подмыслим на эту тему. Дальше. Так, так, так. Есть страх, что я снова не справлюсь с новой работой и вот что будет тогда. Чем это так пугает неудача в работе? Понимаете, неудачу, так же как удачу нельзя делать саму целью при занятии делом. Вы занимаетесь делом ради дела, а не ради удачи или ради неудачи. Когда вы секретически сконцентрируетесь на своей удаче или неудаче, дело само отходит на второй план и естественно у вас начинаются проблемы. Еще раз, делом нужно заниматься. Делать должно нравиться. Дальше. Не хочу, не могу смотреть в зеркало на свою морду. Ну, почему морду, это, пожалуй, понятный вопрос. Вот. Ничего не значит, где связь. Да, то есть, вот где связь между тем, что вы не хотите смотреть на себя и то, что вы ничего не значите. Как вы, надеюсь, можете определить свою собственную значимость? Тоже очень важный вопрос. Как вы можете определить свою собственную значимость? Дальше. Даже сейчас я сомневаюсь, зачем я это пишу. Потому что хотите решить свои проблемы. Снимает только время. Это наша профессиональная обязанность. Как на практике бы пытаться начать все сначала? Вот, давайте определимся, что именно вы хотите начать все сначала. Потому что я лично не понимаю. Я лично не понимаю, что именно вы хотите начать сначала. Простите, пожалуйста, но непонятно. Для меня непонятно, что именно вы хотите начать все сначала. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их кличку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.